Кроме обмана и непонимания со стороны власти ничего не услышали, затягивание, время, президент уезжает, приезжает, вопрос не решает. Люди, которые совершили такое преступление, они являются руководителями МВД, это не какие-то начальники районов или там обычные сотрудники. Под этими людьми находятся тысячи вооруженных людей, это вообще опасно для нашей республики. Когда руководитель армии вооруженных людей не совсем адекватным образом и законным образом ведет себя, здесь авторируется почему правильно, что незаконными методами и способами законности добиться невозможно. Это только можно усугубить ситуацию. Если где-то правонарушение происходит, надо реагировать, как написано в законе, как декламентируются все их действия. Если они не ведут себя так, то они никак не отличаются от тех правонарушителей, которые они хотят пресечь. Правонарушение, возможно, было правонарушение административного характера, но это все переросло. А что вы сами видите, пошли законным путем, пошли в прокуратуру, во все инстанции. Мы довелись пока того, что на этом этапе мое дело отправлено в суд на возбуждение уголовного дела. Даже непонятно, под какую статью подогнали, чтобы из административного правонарушения сделать уголовное. И еще один факт того, что на самом деле это не просто какой-то частный случай. Мы отправили запрос в суд, где получили ответ, сколько таких правонарушений попадало в суд за 28 лет. То есть с 93-го года, 2021 год, на 30 сентября, сколько дел было в суде. И ответ получили, что ни одного дела не было рассмотрено, ни одного дела не было возбуждено, представлено. И прокуратура также ответила. Но это первый случай. Я сейчас в этой ситуации чуть-чуть как в колумбе, наверное, открываю. Наверное, тенденция, где дальше такая же, наверное, планируется, что мы велено так начнем дальше. Когда нужно. Да. В это же время много чего еще вокруг происходило. В тот день, слава Богу, ни один стрелял, ни один развивался. Многие наши граждане радуются в этот день. Слава Богу, у нас такая возможность есть. Мы за свои правонарушения готовы нести ответственность полную. Я не пользовался своей неприкосновенностью. Я с первого дня сотрудничаю. Но получаем тогда пока только уголовное дело в мою сторону. Те люди, которые это совершили, они, по нашей информации, скоро должны вернуться на работу. Так как их вина не доказана. И президент имеет позицию именно вернуть их на работу. Потому что уже понятно, что происходит. У нас тоже будет и какая-то информация есть. Переговоры ведем. Планируется их возвращение на работу. Мы могли разными способами этот вопрос решить. Никого не беспокоить. Никогда так свои вопросы не решали. Но мы не считаем, что это наш личный вопрос. И в этом я призываю ветеранам. Он не имеет значения с какого-то района. Мы все вместе, когда нужно было для нашей Родины, сделали самый большой смелый шаг. И добились хорошего результата. Я думаю, в этой ситуации сейчас помощь. Узнаю именно в том, что просто довести это дело до конца, чтобы виновные были наказаны. Никого убивать, стрелять мы не призываем. Но правовое решение этого вопроса должно быть без давления. Это не получается делать так, как когда первые переговоры шли. На прокурор рассылался президент, что без прокуратуры, без закона мы ничего не можем решить. Через неделю прокурор разобрался, представил парламент представление о том, что два уголовных дела заместителей и на нас, на депутата парламента. И в то же время озвучил, что нецелесообразно нахождение министра на его должности. Ну, это на что ссылался президент. Ему ответил его прокурор, наш прокурор. Ну, и этого внимания никто не берет. Во внимание не берутся мнения общественности, ветеранов, прокуроров. Он уже, если не знаю, осталось, наверное, пойти в церковь, чтобы добиться какого-то... Продолжение следует...